Во-первых, если бы действовал российской армии, то я бы никогда не допустил, чтобы танки пошли в город. Это уже безграмотность декая. Ну, а во-вторых, если бы боевала российская армия, то, ну, по крайней мере, один парашютный сантополков может в течение двух часов бы решить все вопросы. Всем привет! Нужны ли танки при ведении боевых действий в городе? Вопрос, на который существует предельно однозначный ответ. Да, еще как нужны. Что, впрочем, не мешает спорить на эту тему интересующимся людям, высказывая охрененно прогрессивные мысли о якобы бесполезности и ненужности танков в городских боях. Что им там делать нечего, а воевать должна одна только пехота и спецназ. Одно хорошо, по крайней мере, уже нет особых споров о ненужности танков как таковых, а ведь когда-то всерьез обсуждались и такие темы. В свете 25-летия штурма Грозного, я думаю, имеет смысл осветить этот вопрос хотя бы на уровне общих представлений, так что и ролик будет очень общего характера. И начнем с того, что причины, почему танки обязательно нужны при ведении боевых действий в городе, можно разделить на причины тактического свойства и логистическо-снабженческие. Начну, пожалуй, с последнего. В случае, если за город завязываются боевые действия, подчеркиваю, за город, не за деревню, которую из одного конца в другой можно проехать на велосипеде за пару минут, а именно за город, достаточно больших размеров и с крепкими каменными постройками, то это неизбежно приводит к большому расходу материальных средств, в первую очередь боеприпасов, у легкого и тяжелого оружия пехоты и у бронетехники. И возникает вопрос, а как осуществлять снабжение войск в городских условиях? Как пополнять уходящие в лед боеприпасы? Если мы смотрим на конечную стадию этого процесса, то непосредственно до солдат, примерно в этом промежутке, доставка до конечного потребителя происходит через подносчиков боеприпасов. Те же солдаты на своих двоих доставляют их на самую передовую. И это вполне логично и правильно. Так всегда и происходит еще со времен Первой мировой войны. Но это только на конечном и небольшом участке. А до этого снабжение надо доставить непосредственно в город. И тут по определению требуется использовать автотранспорт. И теперь выстраиваем цепочку. Раз мы используем автотранспорт, значит нам надо формировать автоколонну. Мы же не будем гнать грузовики в город поодиночке. А раз формируется автоколонна, то ее кто-то должен сопровождать в охранении. Не оставлять же грузовики совсем без защиты. И тут выясняется, что самое лучшее средство, единственное средство, это использовать для сопровождения ту или иную бронетехнику. И танки в этом плане являются наилучшим средством по сочетанию своих свойств. Броня, подвижность и огневая мощь. С его помощью можно пробить баррикаду на дороге, физически прикрыть броней колонну и ответить огнем из пулеметов и танковой пушки по близлежащим зданиям. То же самое касается и бронетранспортеров с боевыми машинами пехоты, у которых защищенность конечно ниже, но имеются крупнокалиберные пулеметы и автоматические пушки. Но в голову колонны, как водится, лучше всего ставить все-таки танк. И такие колонны нужно будет отправлять прямо в город, потому что по мере развития боевых действий войска в любом случае продвинутся вглубь. И пройденное расстояние будет измеряться несколькими километрами даже в случае с не самым большим городом. И такой вариант действий неизбежен. Никто не будет разгружаться на окраине и доставлять боеприпасы на своих двоих на горбу через застройку, топая несколько километров. Это совсем безумная идея. Так что тут надо автомобили загонять в город, а вы говорите танки. У танков хотя бы есть бронезащита, несмотря на всю их очевидную уязвимость. Помимо боеприпасов не забываем также о продовольствии и воде. Если штурм города затягивается хотя бы на 2-3 дня, то уже остро ставится вопрос о доставке войска еды и особенно воды. Потому что несмотря на то, что казалось бы имеется доступ к городской системе водоснабжения, в ходе боев она с высокой долей вероятности будет выведена из строя. И не просто так, одним из наиболее характерных представлений и визуальных образов о городских боях и вообще локальных войнах являются местные жители, которые с ведрами и бидонами стоят в очереди к водовозу. Ну если речь идет о питьевой воде. Или же люди набирают воду из ближайшей речки, если речь идет о технических и хозяйственных нуждах. Потому что дома воду не набрать, а без воды и 3 дней не протянуть, начиная с того, что извиняюсь, говно в унитазе смыть не удастся и заканчивая более весомыми вещами, что просто пить что-то надо и еду готовить. Войска противоборствующих сторон в этом плане оказываются ну примерно в том же положении, что и местные жители. Без воды солдаты и офицеры долго воевать не смогут. Так что воду тоже везем прямо в город. В этот же момент стоит задаться также и целым рядом других сопутствующих вопросов. Например, как эвакуировать раненых в ходе городских боев. Ну раненым не самим же вывозить себя в тыл из центра города. Или что, два человека должны на носилках нести раненого через весь город? Такое однозначно нужно делать на автотранспорте или специализированной бронетехнике. Желательно гусеничной. А в сопровождении, опять же, выделять танки или на худой конец БМП с БТРами. Так что, доставив боеприпасы, продовольствие и воду, обратным путем вывозим раненых. Теоретически, такое можно делать и с помощью вертолетов. Но использовать вертолеты в городских боях – это еще более сложный вопрос, чем использование танков. Я имею в виду транспортные вертолеты для целей снабжения и эвакуации раненых. Это отдельная тема, поэтому сейчас скажу только то, что в боях против заведомо более слабого противника, против каких-нибудь покемонов с куашами, у которых нет ПЗРК и очень мало крупнокалиберных пулеметов, транспортные вертолеты имеют большую свободу в действиях. И то с определенными ограничениями и вообще желательно их использовать только ночью. А в случае, если бой за город ведется между двумя более или менее регулярными армиями, у которых есть войсковая ПВО, ну в общем вы поняли. Но идем дальше. Осознавая в полной мере, что необходимо гнать колонны снабжения прямо в город, тут же возникает следующий вопрос. Как обезопасить маршруты, по которым они будут регулярно курсировать туда и обратно? И на это есть ответ. По мере продвижения войск вглубь города, требуется выстраивать систему блокпостов и опорных пунктов на ключевых точках маршрута. На крупных развязках, на перекрестках дорог, площадях и просто неблагоприятных участках. И при этом так, чтобы они находились в визуальной видимости друг от друга. Сами блокпосты в свою очередь строятся из готовых железобетонных конструкций и шлакоблоков. Но для этих целей могут быть приспособлены и близлежащие здания. Состав сил в каждой ключевой точке может различаться, но более или менее он колеблется от мотострелкового взвода до мотострелковой роты. И разумеется, вместе со всей штатной бронетехникой. Тем более, что в случае слишком быстрого развития событий, на полноценное оборудование блокпостов из шлакоблоков может не оказаться времени. И тогда блокпост, опорный пункт можно и нужно создать из имеющейся бронетехники, из танков и других боевых машин. Считая уже готовых огневых точек и к тому же еще и мобильных. И примерно это может выглядеть следующим образом. По мере продвижения войск выставляется первый блокпост, где оставляется, скажем, 5 БМП и 2 танка. Затем выставляется следующий блокпост, где тоже оставляется 4 БМП и 3 танка. Затем на следующем блокпосту оставляется сразу 8 БМП и 1 танк. Ну, в силу большей важности данного узла коммуникаций, ну и так далее и тому подобное. И по этому маршруту уже можно с относительной безопасностью, с оправданным риском прогонять колонны снабжения туда и обратно. И примерно расписав эту систему блокпостов, мы в этом месте плавно переходим к причинам тактического свойства. Почему в городе без танков нечего делать? Ответ в принципе уже виден по схеме, потому что эта система блокпостов и опорных пунктов нужна не только для целей снабжения, но и для того, чтобы предотвратить окружение тех или иных группировок наступающего, особенно тех, что ведут бой непосредственно с противником в глубине города. И продолжая про тактические свойства, на минуту допустим, мы решили, что танки в городе бесполезны и их в боях применять ни в коем случае нельзя. Логично предположить, что помимо танков нельзя также применять и БМП с БТРами, но ведь они уязвимы еще больше. Тогда возникает вопрос, кто будет воевать? Получается, что спешенная пехота мотострелковых войск, оставившая свою технику вне города. Или легкая пехота, или войска специального назначения, сейчас не раскрываю, что конкретно имеется в виду. Но определенно здесь можно сказать, что это войска, вооруженные только легким и тяжелым оружием пехоты, и не более того. То есть автоматами, снайперскими винтовками, пулеметами и гранатометами. Это основа. И плюс ограничена пехота может быть вооружена также крупнокалиберными пулеметами, крупнокалиберными снайперскими винтовками, автоматическими гранатометами, безоткатными орудиями, минометами и противотанковыми ракетами. И здесь снова и вылезает проблема, что боекомплект ко всему этому вооружению будет по определению ограничен тем, что солдаты смогут унести на себе и на каких-нибудь тележках. А это решающим образом повлияет на боевые возможности. Но про снабжение я уже рассказал. Сейчас про другое, про тактику. Городская застройка бывает очень различной по своему характеру. Но даже в самой густой, в ходе боевых действий регулярно возникает необходимость вести огонь на большие дистанции. На километр, полтора или два километра. И как вы понимаете, это дистанции, которые с помощью легкого оружия пехоты недостижимы. А для тяжелого оружия ограничены достижимы в силу того, что этого оружия не так много и боеприпасов к нему мало. И тут мы вспоминаем, что основой огневой мощи мотострелковых войск является именно вооружение БМП и БТРов, а не вооружение пехоты из автоматов, пулеметов и гранатометов. Крупнокалиберные пулеметы и автоматические пушки БМП и БТРов имеют свой большой боекомплект и позволяют достать противника на большем расстоянии. Более того, они позволяют удерживать противника, затруднять его перемещение на этих дистанциях даже в городских условиях. Простреливая улицы из одного конца в другой и контролируя открытые площади, которые бывают очень большими, не говоря уж о том, что это и на близких дистанциях до 500 метров опасное оружие при защите тех же опорных пунктов. И отказываться от такой огневой мощи просто глупо. В этом месте мы сталкиваемся с мифологией о небольших мобильных группах с РПГ, которые могут без проблем уничтожить бронетехнику, как это часто осознанно или неосознанно попутно представляется в средствах массовой информации. Данная мифология также подкрепляется и бытовыми представлениями на этот счет. Ну, если впрямую сравнивать бородатого зайца с РПГ, который с крыши дома стреляет в танк. Образ маленького человека, уничтожающего, дрогущего железного монстра, он очень привлекателен для любой мифологии. Да, такое может быть и было, но только если штурмующий провалится по всем вышеперечисленным составляющим городского боя. В ином случае, таких покемонов с РПГ в больших количествах грохнут вместе с домами, из которых они стреляют. И такое происходит уже гораздо чаще. В противостоянии Абрека с РПГ против танка и БМП, у танка и БМП имеется очевидное превосходство, и которое отчетливо проявляется, если подняться на уровень выше, на уровень подразделения частей и соединений. Ну и наконец, и не забудем, что оброняющиеся бродачи тоже могут использовать свои танки и бронетехнику в городских условиях в целях обороны. И тогда получается, что у противника есть бронетехника и появляется преимущество в огневой мощи. А у нас этого преимущества нет, и это смотрится как-то совсем ненормально. Может ли авиация и артиллерия компенсировать отсутствие бронетехники? Ну то есть, чтобы в городе воевала только пехота, которая поддерживается с помощью армейской авиации и артиллерии. Безусловно, отчасти может, но это не решает проблем в логистике и снабжении, о чем уже говорилось выше. А во-вторых, не решает и ряда тактических проблем. В частности, проблему маневрирования силами и средствами, а в городских условиях это довольно непростое дело, как для обороны, так и для штурмующего, но при этом дело очень нужное и без которого не обойтись. В чем суть? По умолчанию, в обороне и не обязательно в городе предусматривается создание бронегрупп из танков, БМП и бронетранспортеров. В среднем 1-2-3 танка, 4-6-8 БМП. Ну примерно, например. В этом случае подразумевается, что пехота спешивается и занимает оборону в окопах, или в нашем случае в зданиях, а бронетехника действует отдельно. И цель создания таких бронегрупп состоит в том, чтобы сделать оборону активной, чтобы в случае возникновения угрозы на том или ином направлении, быстро выдвинуться туда на помощь своей пехоте в зданиях и закрыть дыру в обороне. Ведь такая угроза может возникнуть, а быть сильным везде и всюду невозможно. Это можно проследить по схеме, где у нас пехота на передовой находится в соприкосновении с противником на довольно широком фронте. И соответственно направлений, где противник может контратаковать, будет много. Подобное применение бронетехники, кстати, также позволяет использовать и ее маневренные возможности, которые традиционно не всегда получается реализовать в городских боях. И подобный образ действий касается не только обороняющегося, но и штурмующего, который тоже может оказаться в ситуации, когда надо отражать контратаку. И здесь без бронегрупп не обойтись. Потому что чистая пехота на ногах далеко не убежит, даже если такие группы назвать мобильными и штурмовыми. Как это часто можно встретить при описании боевых действий. Другой вопрос, что бронегруппы применять следует с осторожностью. И в пределах той части города, что уже зачищено, что находится под нашим контролем, где имеется система блокпостов. Открыто на неконтролируемую часть города не залезая, а ведя огонь издалека, поддерживая свою пехоту и используя то самое преимущество в дальности стрельбы автоматических пушек и пулеметов. А по израсходованию боекомплекта своим ходом, уходя на пополнение быка и топлива, которое завозится опять же прямо в город на бензовозах. Ну и плюс, конечно, совсем уж без пехоты в машинах бронегруппы тоже действовать не должны. Но это уже детали, как должно быть организовано взаимодействие пехоты и техники. Впрочем, и залезание на контролируемую противником часть города тоже не исключено, но возможно уже в виде рейда, но рейда подготовленного и уже совсем в другом составе сил. Но это опять же уже детали. И в общем, подводя итоги через эту призму, что я обрисовал, им можно примерно оценить ведение конкретных боевых действий в городских условиях. По крайней мере, если мы говорим о ситуации, когда регулярная армия в силу тех или иных причин вынуждена вести городские бои. Будь то против абреков с калашами или такой же регулярной армии. Короче, вот этот видос распространяйте везде, где только можно и не можно с утроенной силой. Разумеется, пишите мысли в комментах, больше мыслей. Жмите все, что можно жать. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И в общем, до скорого.